Новости на Дону В Росгвардию о фактическом месте нахождения, пишет информагентство ТАСС. Это позволит контролировать оборот оружия, уверены представители Росгвардии. На этой неделе в Ростове прошло совещание, посвященное обороту оружия. Как рассказал заместитель председателя Совета Федерации Евгений Бушмин, за 2016 и 2017 годы в России выявили более 25 тысяч нарушений в сфере оборота оружия и боеприпасов. По словам председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, Виктора Бондарева, незаконный оборот оружия представляет серьезную угрозу безопасности. Чаще всего нелегальный рынок оружия пополняется за счет самопалов и контрабанды из-за границы. При этом, отмечает Бондарев, значительное число преступлений совершается с использованием легального оружия. Поэтому закон о хранении и обороте оружия требуют доработки, считает сенатор. 3 тысячи новых деревьев и 6,5 тысяч кустарников высадили сегодня в Ростове. На Дону прошел осенний день древонасаждения. Праздник несколько лет назад возродили по инициативе губернатора Василия Голубева. В озеленении принимают участие горожане, волонтерские организации и представители власти. Заместитель губернатора Василий Рудой и глава Минприроды Михаил Фишкин приняли участие в высадке крымских сосен на берегу реки Темирник в Ростове, сообщается на сайте Донского правительства. По словам Михаила Фишкина, новые деревья помогут сдерживать ветра и украсят район. Вы говорите, где мы места определяем. Места тоже однозначно, мы сначала нам показывают те муниципальные образования, на территории которых у них есть перспективные для развития. Они же определяют непосредственно эти места. Но вот сейчас у нас связано непосредственно с созданием нашего экологического парка, озеленение прибрежной территории реки Темирник. По поручению Василиевича мы реализуем такой большой проект, как создание непрежненного экологического парка. Суворовский – еще один район, который сегодня активно озеленяли. Здесь работали представители сразу трех министерств области, администрации Ростова, ветераны, байкеры и жители микрорайона. На этом участке работу по озеленению территории возглавил заместитель губернатора Сергей Седаш. По его словам, в микрорайоне посадили 150 белых акаций. Это первая лесополоса, отделяющая зону отдыха от проезжей части. В будущем лес будет только расти, отмечает чиновник. В парке дружбы вместе с ростовчанами Туи сажал председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко. Вот сегодня мы меняем те деревья, которые не пережили ростовской погоды, обновляем их и создаем новую аллею. Наверное, уже с сегодняшним праздником Дня Древонасаждения, вот этот этап работы именно в парке дружбы будет закончен, и мы будем озеленять новые общественные пространства на территории города Ростова-на-Дону. Праздник Древонасаждения прошел во всех районах области. Всего высадили 100 тысяч деревьев и кустарников. В акции приняли участие 65 тысяч человек. Следующая массовая посадка деревьев будет весной во вторую субботу апреля. В Ростовской филармонии прямо сейчас идет мировая премьера симфонии Леонида Клиничева «Сто лет». Композитор представляет ее в Ростове, потому что этот город уже более полувека для него родной. Он приехал сюда после окончания Московской консерватории и возглавил композиторское отделение будущей Ростовской консерватории. В числе самых известных его произведений – балет «Тихий дон», оперы «Цыган» и «Драма на охоте». Новая симфония посвящена столетию расстрела императорской семьи в Ипатьевском доме. Леонид Клиничев рассказал, что несколько лет писал это произведение. Главное действующее лицо – это государь-император. Первую часть я написал в середине 90-х, да я узнал очень много о том, что творилось 100 лет назад. Когда появились заказы из Мариинского театра написать целый цикл «Великие женщины России». Он писал четвертую почему-то часть, когда причастлив к велику святых семьей самого царя. Весной, значит, вторую и третью. В общем, цикл закончен, оказалось. Во втором отделении концерта состоится ростовская премьера. Моноопера «Анна» впервые была представлена в Мариинском театре. Она рассказывает о поэтессе Анне Ахматовой. В этот вечер ростовским симфоническим оркестром управляет маэстро из Екатеринбурга Антон Шабуров. По его словам, музыка Леонида Клиничева звучит очень современно. Иногда так бывает. Я с этим, к сожалению, сталкивался, когда композитор, ныне живущий, создал произведение. Только-только закончил писать, и оно уже устарело. Вот это вот совсем не тот случай. Это очень современно, очень созвучно в нашем сегодняшнем времени. Поэтому это очень прогрессивная музыка в самом лучшем, что ли, смысле этого слова. Анна входит в цикл опер о русских поэтессах 20 века. В нем есть произведения Марине Цветаевой и Зинаиде Гиппиус. Вокальную партию исполняет солистка Мариинского театра Мария Соловьева. Локомотив обыграл Ростов и обошел его в турнирной таблице. Матч 11-го тура Чемпионата России прошел накануне в Москве. Он закончился со счетом 3-1 в пользу железнодорожников. В их составе отличились хавбэк Антон Миранчук и защитник Соломон Кверквелия. У нас гол забил защитник Сверир Ингасон. Локомотив набрал 18 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице. Ростов с таким же количеством очков на 5-м. Это были новости ФМ на Дону. Телефон редакции 200 ровно 0849. Еще больше новостей читайте на сайте don24.ru. С вами была Наталья Тарасова. И о погоде. Категория 12+. По информации сервиса Яндекс.Погода сегодня ночью в Ростове 12 со знаком плюс. Плюс 12 и в Сальске. В Белой Калитве 11 градусов. Тепла пасмурно, но пока без осадков.